В эфире итоговая информационная программа. В студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях этой недели вам расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. Поджигают ли старые жилые дома, поручил выяснить Олег Ковалев. В областном центре заработали первые платные парковки. С сентября изменится порядок и правила сдачи экзаменов на права и процедуру получения водительского отустверения. Каждую третью субботу августа люди отмечают Всемирный день бездомных животных. И фестиваль воздухоплавания «Небо России» стартовал в Рязани в 14-й раз. Масштабные ремонтные работы сейчас идут сразу на нескольких участках автомобильных дорог Рязани. На путепроводе на улице Есенина, северной окружной дороги, въезде в микрорайон Конищева. Конечная цель всех дорожных преобразований – разгрузить городские магистрали и сделать движение более безопасным и свободным. В нынешнем году для этого выделено 700 миллионов рублей федеральных, областных и городских денег. Ход ремонта дорог Рязани на неделе проинспектировал глава региона Олег Ковалев. Осмотр хода дорожных работ начался с путепровода через железную дорогу на улице Есенина. Ремонт моста обошелся областному и городскому бюджетам в 95 миллионов рублей. Подрядчик заверяет, что к 1 сентября движение транспорта будет восстановлено. Ну а полностью работы завершатся к концу ноября. В этом году, конечно, беспрецедентная сумма свыше 700 миллионов рублей из всех источников. Это и федеральные, и региональные деньги, и деньги городского бюджета. Эта сумма в два раза с лишним превышает прошлогоднюю сумму. Далее губернатор осмотрел план строительства четырехполосной автодороги от проезда Шабулина до Северной Окружной. Протяженность нового участка составит более полутора километров. Олег Ковалев назвал проект перспективным. Дорога позволит разгрузить микрорайон Конищева. На развязку большую у нас, конечно, силы не платят и денег. Это будет стоить очень дорого. Поэтому мы сделаем там кольцевое движение, установим светофоры. Проектировщики сейчас разработают алгоритмы этого всего. И в следующем году мы приступим к строительству этого участка дороги. Ориентировочная стоимость выполнения работ составит 90 миллионов рублей. Также Олег Ковалев осмотрел участок дороги от Северной Окружной до улицы Бирюзова. Ремонт здесь уже завершен. Глава региона отметил работу городских властей. Они очень жестко ведут претензионную работу. И те подрядчики, которые в прошлые годы выполнили, допустим, дороги с более низким качеством, которые не выдерживают нормативного срока эксплуатации, они их заставляют переделывать за свой счет. И это тоже правильный подход. Потому что я надеюсь, что в дальнейшем таких дорог не будет. Потому что и подрядчики поймут, что лучше сделать качественно и не возвращаться, чем скалкурить и потом возвращаться к этой работе и за свои деньги переделывать. По мнению губернатора, сейчас необходимо обратить особое внимание на усиление безопасности северного обхода. Для этого у города есть все необходимое. Первое, что это разметка, это качество самого дорожного покрытия. Второе, это тросовые ограждения, которые будут рассекать потоки. И даже если там у кого-то будет вынос, он будет попадать в тросовые ограждения, не будет тяжелых ВТП. И мы поставим здесь камеры, которые будут работать на среднюю скорость. Не только на скорость на этом участке, на превышение скорости, но на среднюю скорость на всем протяжении северного обхода. Я дал поручение, чтобы усилили там, где есть пешеходные переходы, усилили визуальное определение, в том числе и световую сигнализацию. Ну а завершился осмотр на улицу Бирюзова, на которой был проведен капитальный ремонт дорожного полотна, а также выполнено переустройство теплотрассы и других инженерных коммуникаций. По словам губернатора, на этом участке дороги автомобилисты регулярно сталкиваются с проблемой пробок. И проделанная работа позволит забыть о заторах. Еще несколько лет назад в центре города полыхал огнем. Горели старые деревянные дома. Сегодня, прогуливаясь по центральным улицам города, стоит только свернуть во двор, и перед глазами открывается ужасающая картина. Заброшенные дома, мимо которых ходить не только страшно, но и опасно. Губернатор Олег Ковалев отметил, что в последнее время зафиксировано несколько случаев возгорания старых жилых домов, причиной которых, по предварительной версии, являются поджоги. Недавно мы показывали материал, в котором наш корреспондент выяснял, как сгоревшие дома уживаются с элитными постройками. С одной стороны тут стоят элитные дома, с другой развалиной. Все бы ничего, но это центр города, в 50 метрах от улицы Свободы и недалеко от улицы Ленина. Этот участок расположен рядом с педуниверситетом, названным в честь великого поэта Сергея Есенина. Возможно, и он когда-то ходил по этим тропам, теперь здесь ходим мы. Горожане в шоке от того, что в центре города, в районе, расположенном между улицами Почтовой Свободы и Кремлевским валом, ходить бывает не только неэстетично, страшно, но даже опасно. Особенно в вечернее время суток. Вообще, мне кажется, это очень странным и удивительным, что такая разруха, можно сказать, в самом центре города у нас находится. Сейчас это заградили как бы забором, получается. А когда забора не было, там куча мусора. Там вот вечером идешь, оттуда бегут крысы вот так вот через дорогу. Это на самом деле, просто мы уже много лет здесь живем. И каждый раз это все наблюдается. Всегда в сгоревших домах живут бомжи, крысы, там какие-то, в общем, там такая вонищая. Таблички на некоторых домах гласят, что они будут восстановлены. Туристы верят этой информации, рязанцы посмеиваются. Однако сообщения о том, что вопрос с подобного рода недвижимостью будет решаться, на днях появились во многих СМИ. Губернатор Рязанской области поручил усилить контроль за застройщиками. Олег Ковалев отметил, что в последнее время зафиксировано несколько случаев возгорания старых жилых домов, причиной которых, по предварительной версии, являются поджоги. В связи с этим глава региона поручил руководству регионального ОМВД тщательно расследовать этот вопрос, выявить виновных и наказать по всей строгости закона. Перед главой администрации Рязани Олегом Булековым губернатор поставил задачу определить, какие строительные компании заинтересованы в каждом конкретном участке. Работа должна быть направлена и на пресечение поджогов, а также на выработку механизма, позволяющего создавать дополнительные зеленые зоны на территориях тех домов, которые ранее пострадали от поджогов. В областном центре в понедельник заработали первые платные парковки. На улицах Радещевой и Проволыбецкой начали взимать плату за использование парковочных мест. Час стоянки стоит 20 рублей. Это сразу же отразилось на загруженности двух этих участков. С первых же дней работы платной парковки число оставленных здесь автомобилей значительно сократилось. Оно введение и о том, как город его воспринял в следующем материале. Прошло 4 дня, как на улицах Проволыбецкая и Радещева заработали платные парковки. И надо заметить, что эти улицы заметно опустили. Как оказалось, охотников парковаться за деньги в Рязани совсем немного. Однако те водители, которые решили таки воспользоваться этой услугой, остаются ей довольны. Смотрите, намного меньше стало машин. Действительно, есть где припарковаться. Это здорово. Да, мне нравится. Но она более пустая стала. Как бы менее загружена. И цена 20 рублей за час их никак не смущает. Есть просто невозможно встать. То есть люди где-то там оставляют. И здесь, когда же ставят, то что неудобно. То есть классно и намного удобнее. 20 рублей в час – это, мне кажется, нормальная такая стоимость. Однако остается открытым вопрос относительно оплаты наличными. Автомат принимает только банковские карты. В будущем планируют сделать специальные мобильные приложения. Что делать тем, у кого нет ни карт, ни современного смартфона, пока непонятно. Есть прохожий, коллега, который точно так же, как и вы, оплачивает эту парковку. Вы можете ему отдать эти 20 рублей. И, собственно, он со своей картой заплатит за вас. Как муниципалитет будет выходить из этой ситуации, покажет время. А пока на четвертый день работы паркоматы перестали работать. На улице Радищева при нажатии кнопок на экране появлялась надпись «Терминал временно не работает». А на Праволыбецкой его табло вообще не загоралось. Проблема, как всегда, да, вот в этом, как всегда в России. Здесь не принимается, там не принимается. Электронный сайт не работает. Ну, как всегда, да. А для тех водителей, которые решат припарковать свой автомобиль на этих улицах, напоминаем, что бесплатное время стоянки – 15 минут. Тут предусмотрено 128 парковочных мест, в том числе 14 для инвалидов. В региональном управлении ГИБДД рассказали о важных нововведениях, которые коснутся миллионов россиян. С сентября изменится порядок и правила сдачи экзаменов на права и процедуру получения водительского удостоверения. Основные изменения коснутся теоретического экзамена. Если сейчас можно допустить только две ошибки, то по новым правилам за каждый промах добавят еще пять дополнительных вопросов. В ГИБДД утверждают, что сдать теорию теперь станет даже проще. Ошибка, если допускается в одном блоке, две, значит, соответственно, он получает оценку «не сдал». Если по одной ошибке в разных блоках, соответственно, дополнительно по каждому блоку, ему даются еще пять вопросов, на которые он должен, соответственно, ответить. Если не отвечает, соответственно, он не сдает. На каждый вопрос по-прежнему одна минута. Зато на автодроме теперь не придется укладываться в жесткие временные рамки. Если на закрытой площадке организовано движение по кругу, соответственно, каждое упражнение входит в замкнутый цикл, значит, общее время всех прохождения упражнений и то расстояние, которое транспортные средства преодолевают от упражнения до упражнения, учитывается. И если кандидат-водитель укладывается в это суммарное время, соответственно, он сдает первый этап практического экзамена на закрытой площадке. При этом упражнений на закрытой площадке станет больше. Вместо обязательных трех элементов теперь пять. Помимо эстакады, параллельной парковки, разворота на ограниченном пространстве, а также заезда в бок с задним ходом, добавится еще одно задание – поворота на 90 градусов. А вот привычная змейка поменяется. Теперь это маневры на извилистой дороге. Впрочем, эксперты говорят, что на городских дорогах практики по-прежнему мало. Хотелось бы, чтобы автошколы посерьезнее относились к приему экзаменов у кандидатов-водителей. И выпускают они же все-таки профессионалов на дорогу. А если выпускаем профессионал, соответственно, он должен сдавать с первого раза. Есть, конечно, водители, которые пренебрегают правилами дорожного движения. Соответственно, мы в учет ведем таких водителей. У нас есть определенная статистика, которую мы выкладываем на сетевом ресурсе у госавтоинспекции. Это водитель, который со стажем до двух лет попали в дорожное транспортное происшествие. И там указываются сведения об автошколе, в которой они обучались. Из нового регламента исключены и спорные моменты. Например, запрет на нахождение в машине инструктора. Теперь четко прописано, что при сдаче экзамена на дорогах общего пользования На правом переднем сидении должен находиться собственник машины или его представитель. Чаще всего речь идет именно об инструкторе. А вот инспектор должен находиться на заднем сидении, так чтобы видеть, на какие педали жмет будущий водитель и пассажир справа. Торговый центр Плитаевский во вторник вновь окутали кубы дыма. Теперь из загоревшегося маршрутного такси. По словам очевидцев, «Газель» вспыхнула после небольшого взрыва. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного МЧС и на место прибыли два пожарных автомобиля. Уже через несколько минут пожар был ликвидирован. В пожаре никто не пострадал. Пользователи социальных групп выкладывали фото и видео происшествия. Под некоторыми в комментариях шутят, что завтра «Газель» выйдет на маршрут. Не секрет, что с печальным состоянием большинства городских маршруток рязанцам приходится мириться ежедневно. Десять дел об административных правонарушениях возбудили сотрудники транспортной прокуратуры. В ходе проверки рязанских судоходных предприятий, среди прочего, было выявлено, что некоторые из них загрязняют главную городскую артерию. Подробности знает Анна Герцовская. На судах должно быть установлено расчет автономности плавания судна, в ходе которого устанавливается срок нахождения сточных вод в сборной цистерне. В основном он не превышает 6 суток. В ходе проверки на трех судах было установлено, что они не своевременно сдавали данные сточные воды на станции. По сути, воду в оке суда не загрязняли, однако нарушили законодательство по безопасности плавания. Инспекторы портового контроля задержали часть судов до устранения выявленных нарушений. За моей спиной находятся суда, не получившие разрешение российского речного регистра на годность к плаванию. Также на судах, осуществляющих добычу песка и перевозку пассажиров, были выявлены такие нарушения, как отсутствие судовых и правоустанавливающих документов. Они вновь смогут пойти в рейс только тогда, когда все неисправности будут устранены. В то же время представителями инспекции государственного портового контроля по всей стране проводятся те проверки, которые, по словам президента страны Владимира Путина, позволяют улучшить состояние всего российского флота. Все суда, находящиеся в государственном судовом реестре, подразделяются по степени риска. Существует малая степень риска, это суда осматриваются портовым контролем государственным раз в год. Средняя степень риска, это суда осматриваются раз в 4 месяца. И высокая степень риска, суда осматриваются раз в 2 месяца. Считается, что средний срок службы судна 40 лет. Этот буксир-толкач Плес на ходу уже 43 года. Выглядит образцово-показательно. Как говорит капитан судна, все это стало возможно только благодаря тщательному уходу команды. На борту Плеса проходят ежедневные и еженедельные проверки. С 2012 года введена система управления безопасностью судов, которая определяет все действия экипажа. Мы стараемся, я так оцениваю состояние своего теплохода, как хорошее. При хорошем уходе судно может прослужить и больше 40 лет. На этом буксире-толкачей с течением времени приходилось менять многие детали, которые отработали свой срок службы. По истечению своего моторесурса, все три двигателя на этом теплоходе менялись по одному разу. Этот буксир-толкач достаточно большой, в длину 30 метров, ширину 8, высота его 8,5 метров. Может вести очень тяжелые земснаряды со средней скоростью 3 км в час. Вот буксирное устройство у нас, буксирный ребёнка, буксирный гас, буксирный трос. Подходим, подаем буксир, поднимаем якоря и идем в рейс. Капитан Плеса с удовольствием показал нам свое судно, не скрывая ни одного угла от выстрелов телекамеры. Кстати, название свое этот буксир-толкач носит неспроста. Плес – это участок реки, наиболее благоприятный для судоходства. Так что и у самого судна судьба складывается достаточно удачно. Хорошим примером эта команда может послужить тем, кто пока еще не так хорошо заботится о своем судне. Тогда и проблем на воде станет гораздо меньше. В пятницу православные верующие отметили один из 12 главных праздников – преображение Господня, который в народе известен еще как Яблочный Спас. Во всех храмах с утра начались торжественные службы. Прихожане приносили яблоки, груши, виноград, дожидаясь, когда по традиции после Божественной Литургии пройдет чин освящения плодов нового урожая. Традиционно 19 августа все православные отмечают День Преображения Господня, который в народе больше известен как Яблочный Спас. История возникновения этого праздника уходит в библейские времена. Считается, что именно в этот день Иисус преобразился перед Своими ближайшими учениками, доказав тем самым, что Он является Сыном Господа. И сегодня для многих верующих этот праздник прежде всего является праздником Преображения. Всегда в этот праздник хочется верить, что Господь по своей милости дарует каждому из нас, если человек будет к Господу стремляться, какое-то преображение души. Откуда же взялось второе название – Яблочный Спас? Считается, что все дело в том, что именно в это время созревают яблоки. Но, как оказалось, традиция освещать в этот день яблоки, да и другие созревшие плоды, пришла к нам из Греции. В Греции на праздник Преображения освещали виноград для того, чтобы из него делать вино. Из этого винограда делали вино для богослужения. И русская православная церковь, русские люди, они переняли этот обычай, но так как у нас винограда не было, мы начали освещать яблоки в этот день. Сегодня в храмах города в честь праздника прошли торжественные богослужения, освещение урожая, а в Спасо-Преображенском соборе Рязанского Кремля верующие совершили крестный ход. Ежегодно каждую третью субботу августа люди, неравнодушные к судьбам братьев меньших, отмечают Всемирный день бездомных животных. Печальная статистика утверждает, что более 70% бездомных животных выгнаны на улицу жестокими хозяевами. Активисты движения защиты животных просят не проходить мимо несчастных кошек и оставленных без дома собак. Международный праздник – действенный инструмент, помогающий обратить внимание людей на проблемы тех, кого когда-то мы приручили. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь бездомных животных подбирали? Нет. А вот если видите на улице кошечку-собачку, кормили когда-нибудь? Ну да. А как считаете, вот нашим животным бездомным вообще у нас в городе плохо? Я думаю, что да. Потому что их много, но и нельзя их выбрасывать. Если их позавел, должен быть ответственным за ним. Бездомных нет, но дворовая кошка у меня живет. А она живет во дворе, вы ее формируете? Нет, она не во дворе, она у меня дом живет. Кормим, общаемся. Умный, хороший, кошка слушается, между прочим. Только когда-нибудь бездомных животных подбирали? Ну, вообще нет. А если вот видите кошечку-собачку, покормите? Да, почему нет? А как считаете, вообще бездомным животным в нашем городе как живется? Я думаю, что живется очень плохо, потому что очень много людей сначала заводят животных, а потом по каким-то причинам их выкидывают на улицу. И что нужно делать? Ну, я думаю, что нужно какие-то питомники создавать, чтобы были люди, собирали этих животных по всему городу. Потому что на самом деле это все, ну, кошки, допустим, никого не трогают, не обижают, а вот то, что собачки бездомные бегают, иногда действительно вот с детьми гуляешь и думаешь, кинется она на тебя или не кинется. Никогда не подбирали? Нет. А если вот видите там, не кормите? Нет, иногда кормлю. А как считаете, вообще как бездомным животным в нашем городе живется? Ну, думаю, что плохо. А что нужно делать? Ну, не нужно бросать, нужно, чтобы у людей была ответственность перед теми братьями младшими, которых они приручили. Скажи, пожалуйста, как к бездомным животным относишься? Хорошо. А подбирал когда-нибудь кошечек, собачек? Да. Скажи, пожалуйста, как вот ты к бездомным животным относишься? Ну, к сожалению. А никогда не подбирал кошечек, собачек? Подбирал одну. И что с ней потом стало? Он у нас дома сейчас живет. Давно? Да. Как зовут? Тимоша. А как родители отнеслись, когда ты домой принес, Тимоша? Спокойно. А как считаешь вообще, как бездомным животным в нашем городе живется? Ну, плохо, мало приютов. Всех люблю. Всех кормлю. Вон, щенков кормлю чужих. Сарай разбитый, они там вот живут у нас за лебедком. Кошек всех кормлю. И чужих все ко мне идут. И своих на две. А было раньше по шесть, по четыре водилы. Говорю, надоели. Они все деньги на них угроблили. Да. Скажи, пожалуйста, вот как ты к бездомным животным относишься? Ну, чаще всего мне их жалко. А никогда не приносила кошечек, собачек домой? Ну, да, приносила много раз. У меня их четыре. У тебя дома четыре? Кого? Кошки. И все с улицы? Нет, два из них не с улицы. А два с улицы принесла? А как родители отреагировали, когда ты принесла домой котенка? А я сначала отпросилась у них, потому что они бы не разрешили ей без спроса. То есть тебе родители разрешили домой принести бездомную Конечно. Конечно разрешили. Потому что моя мама тоже, она любит помогать бездомным животным. Международный фестиваль воздухоплавания «Небо России» стартовал в Рязани в 14-й раз. Участники разыграют Кубок России по воздухоплавательному спорту, а также Кубок Рязанской области. Но самое главное, спортсмены получат уникальную возможность подготовиться к предстоящему чемпионату мира, который совсем скоро пройдет в Японии. Плыть над поймой Аки, наблюдая, как среди облаков играют лучи восходящего солнца, окрашивая покрытую травой росу яркими бликами. Воздушный корабль, величественно плывущий над поверхностью земли, послушный только движению ветра. Несмотря на все объясняющие движения аэростата, законы физики воспринимается как самое настоящее волшебство. Каждая оболочка неповторима и обладает своей собственной красотой, своим характером, узнаваема среди сотен других. В этом году в небе над Рязанью парят 26 аэростатов, вызывая неизменной восторг и улыбки тех, кто случайно увидел воздушный шар высоко в облаках. Вплоть до воскресенья рязанцы могут увидеть летучие корабли в небе. 26 экипажей борются за Кубок России и за Кубок Рязанской области. Мало кому известно, что для того, чтобы поднять аэростат в воздух, необходимо работать целые команды. Наблюдая воздухоплавателей в небе, мы и не подозреваем, какой сложный процесс предшествует полету. Аэростат состоит из корзины, газовой горелки и оболочки. Именно с помощью газа нагревается воздух, заполняющий оболочку и поднимающий шар в воздух. Добавляя или убавляя огоньку, пилот регулирует высоту движения своего корабля. При этом ловит ветер, лавирует между движущимися на разных высотах воздушными потоками. И процесс этот очень сложен технически. Перед каждым полетом пилоты внимательно изучают метеопрогнозы и уже в соответствии с ними выстраивают стратегию своего путешествия. Менять направление движения в воздухе невозможно. Чтобы достичь заданной конечной точки полета, необходимо выбрать максимально удачную точку взлета. Очень интересные места, очень интересные ветра, долина, которая всегда дает возможности в любую погоду, имеется в виду, конечно, не в дождь, но с хорошей вилкой летать пилотом, всем нравится. Фестиваль неба России к сегодняшнему дню уже стал легендой. Для спортсменов это второй по значимости рейтинговый чемпионат. Сюда из года в год приезжают самые сильные спортсмены страны, чтобы выполнить череду заданий в условиях одного из удачнейших для полетов ландшафтов по имя Аки. Каждый соревновательный день является своеобразным сюрпризом для участников. Задания спортивной дирекции составляют ежедневно, учитывая погодные особенности следующего дня. Это для всех будет как бы, ну, та приятная неожиданность, которую они за ночь придумают под утренний полет или в течение дня под вечерний полет. Об этом никто не знает. Знает только его величество ветер, и они под ветер будут планировать, чтобы пилоты после полета пришли в бурный восторг и сказали, ну, такого полета в моей жизни не было. Нашей съемочной группе повезло наблюдать один из самых красивых спортивных полетов. Аэростаты стартовали в 18.30, немного задержавшись из-за капризов погоды. Но в целом зрелище, которое удалось нам созерцать, оказалось, как всегда, невероятным. Стоящие на земле люди воспринимают массовое движение шаров как чудо. А для каждого из пилотов это ответственный момент в спортивных соревнованиях. Основная задача пилотов – это прилететь в заданную точку. То есть, для того, чтобы отметиться как-то в этой точке, как раз вот у пилотов есть вот так называемый маркер. Это, в общем-то, мешочек с песком, 50 грамм, зашитый в ленточку полтора метра длиной. Фестиваль воздухоплавателей состоялся впервые в СССР именно в Рязани. Это был 1990 год. После перерыва длиной в 15 лет в 2007 году фестиваль вновь стартовал над нашим городом. Каждый август завороженные чудесным плаванием воздушных кораблей жители поднимают головы вверх и машут руками, провожая сказочных капитанов, улыбающихся из корзин. Фестиваль продлится до воскресенья, 21 августа. И уже завтра вечером в пойме реки Павловки за торговым центром премьер состоится одна из самых красивых частей фестиваля – ночное свечение аэростатов. Начнется свечение в 21.45, когда стемнеет. Не пропустите это удивительное по красоте и величию шоу, ставшее изюминкой самого романтичного мероприятия нашего города. На этом у меня все. Все новости вы можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника. Желаем хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин